Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в ближайшее время вам может упасть вот такое вот ограниченное предложение. Вам предложат приобрести себе Т-28HTC за 3000 в голом абсолютно состоянии. Просто машина, слот в ангаре, ну да, окей, хорошо, далее еще аватар. Но по большому счету просто голая машина. Вам предложат Т-34 в его легендарном внешнем виде. И, честно говоря, машина безумно морально устаревшая, но внешне выглядит просто шикарно. И многие игроки пишут, что в целом довольно неплохо получается на ней отыгрывать. Чем отличается 1776 от кого-либо другого из серии Т-34? Да ничем, просто внешним видом. Поэтому по большому счету тоже голая машина и слот в ангаре. И есть предложение за 7,5 взять себе две этих тачки в легендарном внешнем виде. Плюс к тому получить по 10 штук Х5 на каждую из этих машин. Плюс открытое все оборудование, что поможет сэкономить серебряндию. И, ребят, плюс к тому целых 4 американских контейнера, из которых вам еще что-нибудь может выпасть, если вы плюс-минус фардовый чувак. Давайте кратенько будем обсуждать. Т-34, Т-28 HTC и та и другая машина, безусловно, не идеальны. В частности, Т-34. Если вы хотите узнать о этих машинах подробней, не поленитесь. Перейдите по ссылкам, которые есть в описании под данным видео. Посмотрите честные обзоры на данные тачки, для того, чтобы вы могли принять взвешенное решение, стоит ли на них тратить золото. Что касается Т-34, как я уже сказал, безумно морально устаревшая машина. Да, имеет очень, очень хороший средний урон в 400 единиц для своего уровня, но крайне долгое время перезарядки в 13,5 секунд. Да, вы сможете немножко улучшить, поставить оборудование, амуницию, но, поверьте, особо сильно вас это не спасет. В свое время был ап на данную машину, но апнули не совсем то, что нужно было. Опять-таки, что апали и к чему это привело, можете посмотреть по ссылкам в описании к данному видео. Плюс в течение данного видоса, вот здесь сверху будут всплывать вспомогательные ссылочки. Не ленитесь, переходите, если хотите принимать решение так, чтобы потом об этих решениях не жалеть. Т-34 я не рекомендовал бы приобретать себе за 5 косарей голды. Ну, просто потому что машина, ну, далека от идеальности и играется совсем, совсем не так, как хотелось бы. У меня, допустим, Т-34 во внешнем виде Falcon, и с учетом установленного оборудования, с учетом амуниции, по орудию будете иметь следующее. Те же самые 400 единиц альфы, да, комфортные минус 10 вниз, бронепробитие ни вашим, ни нашим и 12 секунд перезарядки. ДПМ при этом, ребят, на своем уровне составляет всего лишь 2000 урона, а время сведения просто безбожно огромное. При этом, все, машина еще и не выдающийся спринтер, всего лишь 35 км в час скорости и практически абсолютная картонность. Да, порой какие-то рандомные рикошеты у вас будут, но, поверьте мне, это далеко не всегда. Теперь, что касается HTC. HTC машина 7-го левела, и что самое интересное, более интересно в данном наборе, чем Т-34. На данном аккаунте у меня машины нет, поэтому рассмотрим ее сугубо вот так вот, без легендарного внешнего вида, но на основу, в свое время, я данную машину купил в составе набора с Супер Хеллкетом. И я очень сильно был удивлен, насколько машина стала играться совсем по-другому после того, как произошел последний ап по Т-28 концепту. Ему добавили маневренности, ему добавили скорости, ему добавили точности, короче говоря, машина заиграла действительно абсолютно другими красками, и я до сих пор, до сих пор, ребят, не жалею о том, что взял тогда себе данную машину в составе набора. Что мы здесь видим по орудию? По орудию все действительно нормально, как для ПТХи, 310 единиц урона, при вполне себе нормальном времени перезарядки в неполные 9 секунд, а я бы сказал 8,5, и вы еще его можете улучшить с помощью оборудования амуниции, будет играться еще комфортнее, ваш ДПМ только вырастет. При этом всем средняя бронепробиваемость 190 единиц, да, далека от идеала, но есть подкалиберные, которые неплохо выручают, а альфа при этом ненамного становится меньше. Время сведения великовато, но, ребят, в игре совсем-совсем по-другому ощущается. Из минусов это, безусловно, углы склонения орудия вниз, минус 4, очень сложно. Отыгрывается, но, ребят, есть и плюсы. Целых 30 градусов поворота орудия вправо-влево, таким образом, доворачиваться корпусом практически не приходится. Да, безусловно, вот эти вот два пулемета, они являются страдальческими, именно сюда постоянно выцеливают, и передний бронелист тоже не является хорошо забронированным. Но если вы научитесь применять данную машину в боях, вы действительно будете получать удовольствие. Покупать или не покупать, ребят, решать однозначно исключительно вам. Но перед тем, как делать выбор, что приобрести и приобретать или вообще, обязательно, обязательно переходите по ссылкам по моим и посмотрите, как эти машины играются средними руками. Я никого не обманываю и ни в коем случае никогда не порекомендовал бы вам купить себе что-либо, что может потенциально вас расстроить. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, хороших приобретений, правильных выборов, но и обязательно, друзья мои, мира и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok